Трудовая деятельность иностранных мигрантов регулируется законодательством России. Работа, выполняемая без разрешения власти, считается незаконной. Если работодатель трудоустраивает иностранца по недействительному разрешительному документу, его ждут серьезные последствия. Поэтому обеим сторонам трудовых отношений важно знать, как проверить патент на сайте ГУВМ МВД, основания для проведения проверки документа. Зачастую отсутствие разрешения на осуществление трудовой деятельности выявляется во время проверок мигрантов сотрудниками миграционной службы. Наличие в штате сотрудника, не имеющего официального разрешения на трудоустройство, рискованное дело. Оно может обернуться штрафными санкциями и помещением компаний в перечень фирм, проверки которых будут проводиться чаще, чем обычно. Сотрудники компании, ответственные за оформление иностранцев, должны проверять наличие патента на работу. Если мигрант обращался к услугам посредников, у него тоже может возникнуть вполне объяснимое желание проверить патент на действительность на сайте миграционной службы. Порой иностранные граждане становятся жертвами недобросовестных компаний, выдающих фальшивые документы. Да и срок действия разрешения ограничен. Алгоритм проверки. Чтобы узнать результат обращения за выдачей разрешительного документа на работу или его действительность, можно воспользоваться сервисом, размещенным на сайте гувм.мвдсервисис.фмс.гав.ру.инфо.сервис. И выполнить несколько простых действий. Выбрать тип проверяемого разрешения. Внести его серию и номер в соответствующие строки. Указать серию и номер бланка, находящиеся на обратной стороне документа рядом со штрих-кодом. Вписать номер паспорта иностранца. Важно помнить, в поле бланка не вносится серия, только номер. Ввести код и подтвердить отправление запроса. В графе «Вид деятельности» ничего указывать не нужно. После заполнения полей появится сообщение о том, что он находится в базе миграционной службы. Если же разрешение на работу было получено нелегально, сведения о патенте в базе не будет. Сервис выдаст следующую информацию. Важное напоминание. Полученный результат не обязательно означает, что патент поделан. Возможно, в базу данных пока еще не была внесена информация о выдаче патента. Следует учитывать, что данные в базу ГУВМ МВД могут поступать с некоторой задержкой. Если патент был выдан всего за день до обращения, отсутствие информации о нем в официальной базе данных миграционной службы вполне объяснимо. Возможно, придется повторно отправить запрос через несколько дней или обратиться в местное отделение ГУВМ МВД за официальным ответом. Те же действия необходимо предпринять, если мигранта или работодателя интересует проверка патента на действительность посредством ГУВМ МВД в Москве. Сервис проверки готовности и действительности патента – один из самых нужных инструментов как для работодателя, так и для иностранных граждан. Информация, предоставляемая через сервис миграционной службы, носит справочный характер. Иногда этого достаточно, чтобы проверить готовность своего патента в миграционной службе. При возникновении необходимости в официальной справке, имеющей юридическую силу, проверка патента проводится не через сайт, а при личном обращении в миграционный орган. Следует прибегать к услугам управления миграционной службы, расположенного в том субъекте РФ, где приобретался патент. Обычно ответ приходит в течение 7 дней после подачи запроса. Только на основании полученных сведений можно принимать решения о трудоустройстве иностранного гражданина. Однако для предварительной проверки достаточный онлайн-запроса. Узнайте, как продлить действия патента. Как проверить патент иностранца. Видео. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok